здравствуйте дорогие друзья сегодня снова в эфире программа тяжелый случай и мы опять говорим про что-то интересное в медицине сегодня у нас в гостях алексей михалыч катышев врач-невролог сомнолог и светлана сергеевна мирная врач-эндокринолог кандидат медицинских наук мы поговорим сегодня такой интересной проблеме как апноэ ази михалыч вам слово здравствуйте хочу представить клинический случай который произошел в этом году феврале 2023 года к нам в клинику обратился пациент мужчина 33 лет с жалобами на храп остановки дыхания во время сна со слов жены потому что сами пациенты не могут фиксировать такие вещи часто ночное мочеиспускание до четырех раз за ночь потливость по ночам дневную сонливость причем только в послеобеденное и вечернее время как у большинства людей и изжога ночное время но не постоянно не каждую ночь только в какие-то определенные моменты из анамнеза известно что храп беспокоит много лет сначала отмечался только в положении на спине в настоящее время беспокоит храп во всех положениях со слов окружающих остановки дыхания окружающие начали замечать в течение последних нескольких лет в течение последнего года появились все оставшиеся жалобы на частые ночные пробуждения для похода в туалет потливость по ночам дневная сонливость и иногда изжога ночное время ранее к врачам по поводу этих жалоб не обращался и никакого обследования не проводил в результате осмотра было установлено что у человека имеется ожирение третьей степени рост пациента сто восемьдесят сантиметров вес сто пятьдесят восемь причем вес у него колебался от сто восьмидесяти до сто шестидесяти шести вот в взрослом периоде его жизни индекс массы тела составил сорок восемь и восемь окружность шеи на уровне кдк 50 сантиметров это очень важный параметр потому что многие тесты которые определяют предрасположенность к развитию апноэ во сне учитывают этот параметр и там для мужчин должно быть окружность шеи менее сорока трех сантиметров а для женщин менее сорока одного сантиметра по эфорской шкале сонливости пациент набрал пять баллов это считается низкой нормальной дневной сонливостью коморбидные состояния ожирения третьей степени и гипертоническая болезнь но по поводу гипертонии пациент никакой терапии не принимает курение в настоящий момент пациент не курит но курила ранее несколько лет проблем с носовым дыханием сослов нет но у лор врача пациент не был поэтому объективно мы подтвердить это не можем пациенту была предложена и впоследствии проведена диагностика а именно ночная респираторная полиграфия на диагностической системе сонночек микро от немецкой компании левенштейн medical на самом деле диагностировать сонные апноэ можно совершенно различными способами золотой стандарт это полисомнография метод длительной регистрации параметров жизнедеятельности человека во время сна когда фиксируются и фазы стадии сна посредством датчиков устанавливаемых на голову электроэнцефалограммы электроокулограмма электромеограмма в данном конкретном случае мы фиксировали только дыхательные нарушения посредством носовой конюли два параметра фиксировались это храп и воздушный поток то есть дыхание пациента с пульсоксиметрического датчика мы получали два параметра такие как сатурация и пульс основной блок прибора он закреплялся на запястье очень удобно пациентам абсолютно не мешает спать сразу скажу то сам в своей жизни вот три раза спал с таким прибором абсолютно не мешает никак проводить диагностику вот такие результаты мы получили сейчас я постараюсь объяснить что представлено на экране мы видим графики 4 графика самый верхний график это дыхание и мы можем видеть прямую линию то есть это отсутствие дыхания и между эпизодами апноэ мы видим короткие эпизоды нормального дыхания буквально по 4 вдоха выдоха 4 дыхательных цикла делал человек и у него снова наступала остановка дыхания второй график там где видим вертикальные линии это значит что фиксировался храп понятное дело что когда у человека остановка дыхания человек не храпит но в момент вентиляционной фазы возникает эпизода храпа третий график это насыщение крови кислородом сатурация и мы видим циклические эпизоды снижения сатурации которые соответствуют остановкам дыхания во время сна причем начало эпизода десатурации она немного сдвинута запаздывает по отношению к началу эпизода апноэ все логично потому что сначала у человека останавливается дыхание тот кислород который человек вдохнул во время последнего вдоха расходуется в течение 10-20 секунд после чего начинается плавное снижение насыщение крови кислородом и когда человек эпизод апноэ заканчивается человек делает следующий вдох то в течение 10 секунд сатурация восстанавливается очень быстро до нормальных значений и последний график это пульс чем ниже насыщение крови кислородом тем выше пульс это закономерная реакция на стресс в данный диагностический аппарат не фиксируют эка г и артериальное давление но можно предположить что у человека имеется артериальная гипертония потому что очень часто при тяжелой степени сонного апноэ у таких людей наблюдается сначала повышение артериального давления в ночные часы а потом все это переходит и на дневное время то есть фиксируется постоянно артериальная гипертензия и артериальная гипертензия при сонном апноэ является самым самой главной причиной на первом месте она находится среди причин вторичной артериальной гипертензии тот же самый график я покажу уже с пояснениями на экране 5 минут записи за это время было зафиксировано 5 полных эпизодов остановок дыхания длительностью 44 секунды 39 41 47 37 секунд если мы рассматриваем график сатурации то мы можем увидеть что сатурация снижалась до 52 процентов наверное времена к вида всех научили что если сатурация ниже 90 то пора вызывать скорую ехать в реанимацию так вот у своих пациентов я регулярно ночью вижу вот такую вот сатурацию 80 70 52 самые минимум самое минимальное значение которое видел своей практике это сатурация 37 процентов и все это фиксировалось в диапазоне час 05 ночи час 10 минут ночное исследование графики на протяжении всей ночи выглядели примерно вот таким образом напоминаю что развертка здесь 5 минут и мы видим постоянные эпизоды апноэ которые прерываются очень короткими эпизодами вентиляционной фазы насыщение крови кислородом тоже циклические снижается на протяжении всей ночи и вот в таком режиме человек спал и диагностическую ночь и скорее всего последние несколько лет спит постоянно только так вот такое заключение дает диагностический прибор мы видим что индекс апноэ гипопноэ это суммарное количество полных и частичных остановок дыхания за 1 час на составляет 103 и 3 десятых в час и индекс апно гипопноэ это является критерием степени тяжести апноэ до 5 остановок дыхания в час считается нормы может быть любого человека от 5 до 15 остановок дыхания за час на это легкая степень сонного апноэ от 15 до 30 средней степени тяжести и все что больше 30 остановок дыхания за один час на это тяжелая степень причем обратите внимание что индекс собственно апноэ составил 102 в час а индекс гипопноэ то есть частичные остановки дыхания всего полтора в час это означает что практически каждое дыхательное нарушение заканчивалась полной остановкой дыхания лишь в очень небольшом проценте случаев дыхание не переходила в апноэ а возвращалась к нормальной вентиляции самое продолжительное апноэ за эту ночь было зафиксировано продолжительностью 50 секунд а средняя длительность апноэ составила 19 секунд то есть в среднем мы можем перемножить среднюю длительность апноэ на количество за час и получим достаточно внушительную цифру что человек практически половину времени сна вообще не дышат суммарно абструктивных апноэ у человека фиксировалось 98 с половиной в час дело в том что у нас есть два типа апноэ абструктивные который встречается наиболее часто он связан с тем что дыхательные пути перекрываются как правило на уровне глотки или корня языка и центральное апноэ это когда головной мозг дыхательный центр не дает команды дышать при этом дыхательные пути могут быть открыты храп 2 процента времени исследованиям но на самом деле чем тяжелее степень тяжести тем меньше в процентном соотношении фиксируется храп потому что эпизоды апноэ настолько продолжительные что на храп просто не остается времени индекс десатурации то есть количество эпизодов снижения насыщения крови кислородом с последующим восстановлением до нормальных значений 81 с половиной в час минимальная сатурация 52 процента как раз на графике я вам показал именно этот момент времени средняя сатурация за всю ночь составила 88 процентов то есть у этого человека еще имеется и хроническая ночная гипоксимия средней степени тяжести дело в том что средняя сатурация в норме должна составлять от 93 процентов 93 процента и выше а минимальная не должна спускаться ниже 90 процентов здесь мы видим среднюю 88 и минимальную 52 процента причем время сатурации ниже 95 процентов составило 5 часов 15 минут исследования это 91 процент времени исследования сатурация ниже 90 процентов половину времени исследования почти три часа средний пульс 67 удара в минуту здесь никаких мы не видим отклонение от нормы минимальная частота сердечно-сокращений 33 удара в минуту максимальная 106 ну мы должны понимать что человек мог просыпаться посреди ночи и соответственно пульс мог возрастать но вот такой сильный разброс от 33 до 106 может нам сигнализировать о том что у такого человек если мы выполним суточное мониторирование и кг то мы увидим блокады которые связаны с нарушением дыхания индекс пробуждений составил 78 с половиной эпизодов в час связанных с респираторными событиями 70 в час на основании проведенного исследования был пациенту выставлен диагноз синдром обструктивного апноэ сна тяжелой степени индекс апно гиппопноя 103 и 3 десятых в час и хроническая ночная гиппоксимия средней степени тяжести среди ночная сатурация составила 88 процентов пациенту был предложен самый эффективный настоящий момент в мире способ лечения тяжелой степени сонного апноэ это так называемая сипап терапия которая представляет собой создание постоянного положительного давления верхней дыхательных путях осуществляемого с помощью аппарата сипап аппаратом который забирает окружающий воздух то есть никакого кислорода там дополнительно нет забирая забирает окружающий воздух из спальни пропускает через специальную турбину и подает под определенным давлением от сипап аппарата идет длинная двухметровая трубка и другой конец трубки подсоединяется к маске а маска в свою очередь надевается на лицо пациентам маски бывают разные носовые которые закрывают только нос рота носовые которые закрывают и рот и нос если у человека нарушено носовое дыхание например или во время сна открывается рот и в этом случае весь поток воздуха который проходит в носовые пути выходит через рот и мы не можем добиться оптимального лечения и конюльные маски самые миниатюрные которые по сути вставляются в ноздри но они не могут обеспечить нам высокое давление если таковое требуется пациенту в данном случае были применены следующие настройки режим терапии автоматический то есть прибор в течение ночи в автоматическом режиме самостоятельно регулирует давление именно то которое необходимо для открытия дыхательных путей человек перевернулся на спину ему нужно больше давления чтобы открыть дыхательные пути прибор поднимает давление человек перевернулся на бок или на живот давление для открытия дыхательных путей нужно меньше прибор это давление уменьшает начальное давление то есть то давление с которым человек засыпал это 8 сантиметров водного столба. Минимальное лечебное давление 9 сантиметров водного столба, максимальное 18. То есть в течение ночи именно от 9 до 18 прибор автоматически регулировал это самое давление. И лицевая маска в данном случае была применена носовая, Joyce One, также от немецкой компании Levenstein Medical. Аппарат использовался китайский от компании Resvent. Модель называлась iBreeze Tech. Остальные параметры, которые были выставлены в настройках у этого аппарата, вы можете видеть на своих экранах. Давайте теперь посмотрим на результаты лечения. Дело в том, что в CEPAP аппарате имеется карта памяти, который записывает все данные о процессе лечения, и мы можем оценить эффективность. На экране также 5-минутный отрезок лечебной ночи. Верхний график самый первый — это давление, которое подает CEPAP аппарат. На вдохе прибор подает одно давление, на выдохе он это давление немножечко снижает для того, чтобы человеку было проще выдохнуть против потока воздуха, потому что давление подается постоянно. То прибор ночью не выключается, он всегда подает какое-то давление. А второй график — это дыхание пациента. Он аналогичен первому графику, который был при диагностике. И здесь мы видим, что эпизодов апноэ у человека за 5 минут выявлено не было, то есть мы не видим прямую линию, то есть отсутствие дыхания. Здесь мы постоянно видим вдох-выдох, то есть человек дышит нормально, и у него отсутствуют остановки дыхания. Мы также можем посмотреть графики в течение всей ночи, то есть какое давление CEPAP аппарата подавалось, и какое было дыхание у пациента. Дыхание — это второй график, и мы здесь видим, что остановок дыхания практически нет. Иногда, конечно, кратковременно остановки дыхания случаются. В этом случае прибор поднимает давление и устраняет их, после чего дыхание нормализуется. Вот момент времени, когда прибор зафиксировал остановку дыхания у человека, поднял давление, и в ответ на повышение давления дыхание у пациента вновь нормализовалось. На данном слайде представлены результаты лечения за 15 дней использования CEPAP аппаратом. Общее время терапии за эти 15 ночей составило 127,5 часов. В среднем человек пользовался 8,5 часов в сутки. И индекс апноэ-гипапноэ, тот самый, который при диагностике у нас был 103 в час, на фоне CEPAP терапии составил 0,8 в час. То есть мы человека избавили от остановок дыхания во сне и, соответственно, от всех жалоб, от всех симптомов, которые у него наблюдались. Храп, остановки дыхания во сне, частые ночные пробуждения для похода в туалет, дневная сонливость, ночная изжога. Смотрите, пациент обращается к вам как к сомнологу. Мы сегодня собрались, я, наверное, сразу нашим слушателям, зрителям, коллегам скажу, для того, чтобы обсудить более комплексный, мультидисциплинарный подход к такому непростому случаю и к такому непростому пациенту. Потому что пациент реально большой, 180 сантиметров и 158 килограммов. Это большой вес. И сразу вопрос, пациент леченый или не леченый обратился к вам не по поводу апноэ, а по поводу своего ожирения. Мы видели там разворот 116, 168 или 166. Вот это я понимаю, что он там за счет диеты пытается корректировать свою проблему. Это морбидное ожирение. Мы имеем дело с серьезной проблемой. Пациент наблюдался где-то, кто-то в вашем центре смотрел его по поводу ожирения или мы начали сразу лечить апноэ? К сожалению, пациент ранее не обращался к эндокринологам, к диетологам и, соответственно, никак не корректировал именно посредством врачебной помощи свой вес. То есть он пытался справиться самостоятельно. И это сделать пациентам с тяжелой степенью сонного апноэ очень тяжело, потому что у таких людей практически отсутствует глубокая стадия сна. То есть организм вынужден постоянно просыпаться, чтобы держать дыхательные пути открытыми. У нас сон это непостоянное состояние. У нас есть фаза медленного сна, фаза быстрого сна. Вот фаза медленного сна, она состоит из трех стадий. Первая поверхностная или дремота, вторая стадия и третья, самая глубокая или дельта сон. И вот у пациентов с сонным апноэ дельта сна практически нет. Иногда делают полисомнографию, а там третья стадия фазы медленного сна 0%. А именно в глубокой стадии медленного сна вырабатываются два важнейших гормона. Это самототропный гормон, который отвечает за мобилизацию жира из депо, то есть перевод жировой ткани в энергию. И поэтому, раз этого гормона не хватает, то человеку очень сложно похудеть, какие бы усилия он не прилагал. И также вырабатывается тестостерон. То есть мужчины очень часто жалуются на снижение либидо, сниженную потенцию на фоне ожирения, на фоне остановок дыхания во сне. Причем, если такие люди сдают анализ на тестостерон, то он оказывается на нижней границе нормы, но не опускается ниже референтных значений. И поэтому эндокринологи особо на это внимание не обращают. Потому что тестостерон все-таки вырабатывается. Потому что если бы он выходил за нижнюю границу нормы, это значит, что было бы поражение именно клеток, которые вырабатывают тестостерон. А здесь такого нет. Такой сейчас панч эндокринологов был очень правильно, мне все четко. Это правильный подход. Значит, надо немножко коллег пнуть. Я считаю, это хорошо, потому что коллеги действительно не обращают внимание на какие-то вещи. Мы для того и собираемся, для того, чтобы какие-то такие вещи обсуждать и какие-то моменты нашим зрителям рассказывать, чтобы они понимали, что можно сделать в такой ситуации, что делать правильно. Светлана Сергеевна, как вам пациент такой? Знакомая картинка? Картинка знакомая, безусловно. Такие пациенты приходят иногда после того, как попробовали какие-то способы снижения веса сами. Иногда у других специалистов. Редко, когда первично к эндокринологу. Потому что эндокринолог ассоциируется у многих уже с последствиями лишнего веса. Например, с развитием сахарного диабета. А пока диабета нет, у данного пациента не было указаний на какие-то такие проблемы, то вроде как и зачем к эндокринологу идти. Но на самом деле ожирение это хроническое заболевание, эндокринологи тоже имеют право и активно его лечат. Вот давайте так. Вообще сейчас попробуем определиться, кто вообще должен быть ведущим врачом у очевидно полиморбидного пациента, которому должно подходить несколько врачей с его состоянием. Кто ведущий врач? Терапевт, эндокринолог, сомнолог. Тоже проблема как бы, да? Может быть, это должен быть, не знаю, травматолог-ортопед, если с коленями проблема. Или это должен быть кардиолог, поскольку вот есть проблемы с давлением у человека. У нас, ну, как минимум, там пять врачей, которые имеют право к пациенту подойти сходу. Еще психиатр шестой, потому что нарушение психового поведения наверняка имеет место быть. И поэтому надо разобраться, кто же должен быть все-таки главным в этой конструкции. Но в идеальном мире это терапевт. В идеальном мире терапевт. Терапевт, знакомый со всеми последствиями, тяжелыми, такого лишнего веса. Да. То есть ожирение морбидного и занимающейся диспетчерской функцией, распределяя данного пациента. Но мы понимаем, что вероятность найти такого терапевта, она невелика. Да, к сожалению. Если среди наших коллег есть такие терапевты, мы будем счастливы. Кто может полноценно вести пациента с ожирением, правильно распределяя его между коллегами по другим специальностям. Так как мы, когда говорим об ожирении с какими-то последствиями, мы говорим о метаболическом синдроме, который действительно включает в себя много очень компонентов, то здесь, на самом деле, зачастую впервые человек пойдет к тому доктору, который вот симптом ведущий. Если он намерил давление 200 на 150, он, вероятно, попадет к кардиологу. Если он намерил сахар, он попадет к эндокринологу. Мы ни в коем случае не открещиваемся от таких пациентов и готовы быть той самой диспетчерской, которая направит по необходимости к диетологу, к сомнологу, к психотерапевту, к кардиологу, безусловно. Это если мы эндокринологи, в смысле? Да, мы эндокринологи готовы. Если мы, эндокринологи, знаем о сонно-хапное. Конечно, сонно. Помним о них не все, к сожалению. Я несколько эндокринологов, которые говорят, какие соны, а мы при чем? Это к сомнологу, вообще не думаю про это. Нет, я, конечно, шучу, но надо помнить, да, что у нас какая проблема вообще, для чего мы все это делаем? Для чего обсуждаем такого пациента? Это вообще моя большая боль, связанная с тем, что у нас часто доктора пытаются сами лечить то, что лечить не должны. Да, вот эндокринологи начинают лечить апноэ. Я, например, знаю ситуацию, в которой эндокринолог назначал сам СИПАП-терапию. Без проведения полисомнографии, например, да. Поэтому давайте мы все-таки действительно выработаем тактику. Вот такой пациент пришел. К терапевту вряд ли будет глубоко погружаться в эту историю. Неврологу как бы, ну, по рангу не положено. Он свою проблему зафиксировал, наше решение нашел. У невролога же все просто. Либо вообще не лечится, либо лечится полностью, окончательно и бесповоротно. Да, большинство вообще не лечится, к сожалению. Потому что если лечится, то мы знаем, как. Эндокринолог как должен действовать в такой ситуации? Что должен спросить у пациента? Кому первому направить? Какие функции выполнить в этой истории? Здесь важно начать с обследования пациента, чтобы определить, какие еще осложнения ожирения у него есть. Кроме тех, на которые он очевидно жалуется, да, которые очевидно уже выявлены. И так как здесь, да, артериальная гипертония так или иначе звучала, то однозначно ему будет рекомендовано посещение кардиолога, плюс решение вопроса липидного спектра, что там, кроме артериальной гипертонии, прям будет вот такое направление, да, очень точечное к кардиологу. Мы, безусловно, спрашиваем у этих пациентов про качество сна и про какие-то другие моменты, но и лабораторная диагностика нам здесь тоже поможет разобраться с гиперурекемией, с какими-то другими последствиями. Что касается тестостерона, можно я, так сказать, отвечу, что да, мы видим, что у этих пациентов тестостерон не всегда там совсем низкий в нашем понимании. Кроме того, мы смотрим уровень глобулино-связывающего плавы гормоны, чтобы определить индекс свободных андрогенов, потому что тоже, может быть, это изменено у пациента, к сожалению. И плюс здесь всегда вопрос, мы смотрим анализы для чего, да, любой наш анализ должен привести к каким-то действиям. Мы не будем исходно этому пациенту рекомендовать терапию тестостероном, мы будем ему рекомендовать снижение массы тела, потому что вместе с другими компонентами это улучшит его качество жизни, и, скорее всего, тестостерон станет лучше на фоне снижения массы тела. И вот вопрос сразу, навстречу. Бытует мнение, что у людей с ожирением вырабатывается лептин в достаточно большом количестве гормона, который является антагонистом тестостерона, вроде как. И более того, что даже похудев, люди с ожирением сохраняют высокий уровень данного гормона, здесь чем-то тестостерон повысить не получается без терапии. Насколько это правдоподобно? Действительно, лептин повышен у таких пациентов, и именно синдром обструктивного апноэсна тоже ассоциирован с повышением лептина, кроме каких-то еще гормональных изменений. Но здесь надо понимать, что есть и лептинорезистентность, так же, как и инсулинорезистентность. Лептин – это все-таки вопрос голода и насыщения. Если нам удается нормализовать пищевое поведение, и человек начинает питаться по голоду и останавливаться при насыщении, то, к чему мы должны стремиться, то уровень лептина со временем вернется. Опять же, если наши меры по снижению массы тела, изменению образа жизни не привели к нормализации тестостерона, и человек не удовлетворен своим половым статусом, то, безусловно, в этой ситуации дополнительно мы можем обсуждать терапию, которая будет влиять на тестостерон. Это не всегда препараты тестостерона, это могут быть и другие стимуляторы. Но это не будет первым нашим действием. Понятно. Первое действие крайне важно. Как считаете, с такими пациентами первое действие – это лечение апноэ или все-таки сначала диета? Я вот отвечая на ваш вопрос, все-таки считаю, что самым главным нужно лечить сонное апноэ, и поэтому главным специалистом должен быть сомнолог. Почему? Потому что на фоне применения СИПАП-терапии у человека может снизиться артериальное давление, и в некоторых случаях, если, допустим, наш конкретный пациент не принимал гипотензивную терапию, а те люди, которые принимают гипотензивную терапию, у которых тяжелость аппенсионного апноэ и не начинают активно лечить, и мы устраняем нарушение дыхания во сне, у них артериальное давление снижается, им иногда приходится изменять дозу и даже отменять некоторые препараты, которые они принимают с гипотензивной целью. Опять же, мы можем такого человека направить к эндокринологу, но если у него будут постоянные остановки дыхания, эндокринолог не сможет справиться, и похудеть будет очень тяжело. У меня есть пациенты, которые, начав применять СИПАП-терапию, за первые два месяца худели на 20 килограмм, причем не предлагая никаких усилий, они больше ничего не меняли. А вот здесь важный вопрос, Алексей Михайлович, это не только СИПАП-терапия важна же, здесь важна и длительность сна при СИПАП-терапии, вот насколько должен быть сон. Вот я, например, знаю людей, которые спят там 4-5 часов в сутки, в принципе, даже не испытывая апноэ, у них есть проблемы с лишним весом, например, да, или есть проблемы с дневной сонливостью, есть проблемы с разными еще, скажем так, ситуациями в организме. Вот им поможет ли СИПАП-терапия, если у них есть апноэ, например, и они спят короткие сны, 4-5 часов у них время на отдых, поможет ли СИПАП-терапия быстрее как бы восстанавливаться и снижать вес, например, или надо обязательно 8 часов спать, 9? Ну, просто почему, почему задаю вопрос, да, опять же, комментарий, потому что существуют люди, которые не могут себе позволить спать 8, 9, 10 часов, да, это идеальный мир, в котором никто из нас не живет, да, к сожалению, было бы неплохо. И если, это первый вопрос, и сразу же противоположная история, если человек, наоборот, не работает, там, заработал все себе в жизни, например, или не может найти работу с лишним весом, например, и сонливостью, и он спит по 10-12 часов, не будет ли слишком долгим ему СИПАП-терапия на такой срок? Надо ли как-то регулировать длительность сна при СИПАП-терапии? Вот в чем вопрос. Ну, я хочу сказать, что в первую очередь продолжительность нашего сна, она генетически обусловлена, то есть нельзя сказать, что мы все должны спать там 7 часов или 8 часов, каждому свое, что называется, и причем с течением жизни количество сна, необходимого для отдыха, оно меняется, и плюс оно меняется в зависимости от времени года, то есть летом, когда световой день дольше, мы спим меньше, а зимой нам хочется спать дольше. Соответственно, потребность во сне увеличивается, когда мы болеем. Поэтому, что касается проведения СИПАП-терапии, все-таки ученые сошлись во мнении, что есть два правила. Первое – это золотое правило проведения СИПАП-терапии. Спишь – спи в маске. То есть всю ночь, на протяжении всех ночей, и даже если человек ложится и спит днем, он тоже применяет СИПАП-терапию. Есть так называемое серебряное правило. То есть для того, чтобы эффект от применения СИПАП-терапии сохранялся, необходимо использовать как минимум 4 часа за ночь и не менее 70% ночей. То есть в некоторых случаях допускаются даже пропуски ночей. Допустим, человек заболел простудой или поехал в командировку на пару ночей, он может не применять СИПАП-терапию. Конечно, ситуация будет постепенно ухудшаться, и к исходному уровню сонная апноэ вернется где-то на 3-4 ночь без использования СИПАП-аппарата. Но в первую ночь будет немножко получше. Относительно людей, у которых нет сонного апноэ и применять СИПАП-терапию, мы должны понимать, что у некоторых людей может быть снижена сатурация. То есть у них не остановки дыхания во сне, не апноэ, а именно ночная гипоксимия за счет того, что у них плохой газообмен в легких. Например, при хронической обструктивной болезни легких или, например, при каких-то нервно-мышечных заболеваниях, когда человек просто не может дышать. Поэтому в этом случае СИПАП-терапия тоже может применяться, и она в некотором случае может улучшить насыщение крови кислородом и, соответственно, улучшить немного метаболизм. Потому что эффект от применения СИПАП-терапии, некоторые чувствуют его сразу. Вот дал аппарат, на следующую ночь, на следующее утро человек проснулся, у него никаких симптомов нет. И это очень хороший прогностический признак, что человек будет использовать эту терапию в дальнейшем. Но, к сожалению, есть люди, у которых тяжелая степень сонного апноя, а симптомов никаких нет. То есть мы говорили о храпе, об остановках дыхания во сне, о часто ночном мочеиспускании и так далее. То есть симптомов, характерных для сонного апноя, их достаточно большое количество. Но у меня были люди с остановками дыхания 50-60 в час, и никаких жалоб, кроме храпа, и, собственно говоря, жена привела мужа на прием, ничего больше не беспокоит. Это говорит о том, что организм пытается бороться самостоятельно. Он тратит свои силы, свои резервы, ресурсы. И, к сожалению, у людей со средней тяжелой степенью сонного апноя доказано, что в 5 раз повышается риск развития сердечно-сосудистых осложнений. В 2019 году группа ученых провела поиск в медицинских базах ПАБМЕТ и Эмбейнс и посмотрела распространенность сонного апноя и нашла несколько исследований, которые вот в тех странах, где можно с большой точностью определить распространенность, эпидемиологию. И они это все распространили, экстраполировали на весь мир. И оказалось, что приблизительно где-то 936 миллионов человек, почти миллиард человек в мире страдают сонным апноей разной степени тяжести. И меня что удивило, у них была инфографика в статье, и там была представлена Россия. И они считают, что в России 40 миллионов человек с сонным апноя, и 20 миллионов из них страдают сонным апноей средней или тяжелой степени. То есть индекс апнои и гипапнои больше 15 в час. Точно, врут. Но диабетика все равно больше, эндокринологи опять убедили. Мне очень понравилась история про то, что не сразу можно почувствовать дефект. Мне напомнила эту историю с анекдотом. Доктора, я смогу после операции играть на скрипке? Конечно, сможете. Странно, до операции не мог, а после операции смогу. То есть вот здесь похожая конструкция. Я действительно встречал, кстати, людей, которые говорили, что я начал спать с сипапом, и у меня прям вау-эффект, да, особенно у полных. Светлана Сергеевна, как часто вы посылаете своих пациентов на полисомографию? Вот такой вопрос с подвохом. Все-таки, наверное, по жалобам мы обсуждаем как минимум храп, и есть ли данные об установках дыхания, если кто-то из близких заметил. Вот этих пациентов обязательно направляют к сомнологу. Давайте метод исследования оставим, как бы, да, сомнологу. Да-да-да, но безусловно. И более того, я хочу в какой-то степени поддержать мысль Алексея Михайловича о том, что эффективное решение вот этой проблемы апноэ, это действительно компонент снижения веса. Это действительно дает очень хороший эффект. И мы знаем, что пока мы не наладим сон, мы не получим такого эффекта от диеты, да, там, как нам бы хотелось. Вообще слово диета не люблю, от изменения образа жизни. То есть нормализация сна – это тоже компонент изменения образа жизни, который мы рекомендуем таким пациентам. Поэтому это достаточно часто вот эта командная работа. Но они действительно снижают вес на фоне того, что они себя лучше чувствуют, они днем более активны, это тоже все абсолютно логично. Но если это дополнить нашими рекомендациями, то эффект будет лучше. Понятно. То есть мы пришли опять же к тому, что проблема комплексная, заниматься ей должны несколько специалистов. И попытка самостоятельно лечить проблемы веса для любого специалиста обернется проблемами именно потому, что, да, у нас сейчас есть очень популярная история. Диетолог. Приходил человек к диетологу, получил диету. Мы не знаем ни чем болеет реально человек, ни какие проблемы мы решаем, кроме проблемы лишнего веса. Будет ли это эффективно, не навредит ли это диета. Например, все помнят кремлевские диеты, да, когда мы едим один белок и потом получаем подагрика на выходе из диеты. Сейчас модно кето-диета. Кето-диета. Тем же, с той же идеей примерно. Такая же, да, примерно идея, с теми же побочными эффектами в том числе. Сейчас помимо диетологов еще нутрициологи появились. Нутрициологи, да, это вообще прекрасные люди, которые раскладывают на молекулы то питание, которое человек должен получать. Но диетологи – это врачи. Не всегда. Да, вот этот момент очень важный, да, чтобы пациенты тоже понимали, что вот это надо уточнять, потому что назвать себя можно очень по-разному. Ну, нутрициологи – это вообще не медицинская специальность. Может быть, врач, который закончил какие-то дополнительные курсы, я тоже по нутрициологии проходила обучение, но я от этого не буду нутрициологом вот в первой строчке. Ну, на самом деле, это тоже хороший момент, потому что вот с врачебными специальностями есть большая путаница. И если неврологи – это вообще катастрофа, да, потому что неврологи в свое время… Когда-то была вообще прекрасная специальность – психоневролог, да, вот в какой-то момент она существовала, потом психиатры сказали, ну, вас нафиг отделились в отдельную специальность, остались просто неврологи, невропатологи тогда, окей. И вдруг невропатолог распался просто на молекулы, потому что неврология реально самая обширная медицинская специальность. И я в какой-то лекции выделил 16 неврологических подспециальностей, да, если там делить на детских и взрослых, и дальше там разбегаться дальше до эпилептологов, сомнологов, дементологов и так далее. А вот у эндокринологов подспециальности тоже существуют? Или это все-таки комплексная история? Эндокринолог, диетолог, нутрициолог – это один человек, или это могут быть разные люди? Это могут быть разные люди. У нас раньше были отдельно диабетологи, сейчас это как-то ушло. И надо понимать, что человек с лишним весом может прийти на прием вообще с другой проблемой, и к тому же эндокринологу. Поэтому, конечно, мы все занимаемся этим. Но диетологи, как врачи-диетологи, они помогают нам в формировании вот именно пищевого поведения. Так же, как и психотерапевты, да, теперь это уже психотерапевты, кто отвечает за формирование правильных пищевых привычек. Поэтому не каждый эндокринолог является диетологом, и мы имеем право попросить помощи коллег, если у нас есть сложности. Согласен. Алексей Михайлович, секунду, еще вопрос. Еще вопрос есть, не всегда просто. Я бы хотел закончить предыдущую, как бы, тему. Давайте, давайте. Да, про то, что сомновых является самым главным, надо лечить именно апноэ. Потому что, вот, допустим, человек обратился, ему 33 года. СИПАП-терапия, она проблему не устраняет полностью. То есть пока человек использует аппарат, все хорошо. Прекратит использовать, проблема вернется. Поэтому первоначально нам нужно вылечить человека от апноэ. Значит, ему нужно похудеть. Может быть, даже с применением и с помощью бариатрической хирургии. А хирурги не возьмут его на операционный стол, если у него есть апноэ. Нужно и сатурацию восстановить, и чтобы остановок дыхания не было. И в раннем постоперационном периоде СИПАП-аппарат свой тоже можно взять в больницу, чтобы поддерживать. Потому что дадут наркоз. А это же миорелаксация происходит, и остановки дыхания будут только утешеляться. Поэтому бариатрические хирурги говорят, а вот давайте вы сначала сами похудеете на сколько-то процентов от исходной массы тела, а потом мы возьмем уже вас совершенно компенсированного на операционный стол. Потому что, конечно, всю жизнь человеку в 33 года не хочется быть привязанным к СИПАП-аппарату, и они ищут другие способы лечения, чтобы окончательно победить свою болезнь. А помогает, например, все на палетинопластика, то, что палетинопластика, которая при храпе помогает, она апноэ убирает или нет? Все зависит от того, на каком уровне происходит абструкция. Дело в том, что если человек не настроен на СИПАП-терапию или попробовал, и ему категорически не понравилось, такие люди есть, то я предлагаю им пройти такое исследование, которое называется слип-эндоскопия. Это когда человека вводят в медикаментозный сон, то есть седация, приближена к естественному сну, и дальше врач-эндоскопист проводит эндоскоп через носовые ходы, попадает в глотку, и в режиме реального времени видеокамера записывает, что происходит в дыхательных путях пациента, на каком уровне происходит спадение дыхательных путей. Если апноэ обусловлено провисанием мягкого нёба увеличенными миндалинами, увеличенным, утолщенным и удлиненным нёбным язычком, то да, в этом случае операция, которую выполняют лор-врачи, поможет. Если же у человека расслабляются мышцы, которые держат нижнюю челюсть, и нижняя челюсть западает, и корень языка перекрывает дыхательные пути, соответственно, операция на мягком нёбе не принесёт успеха. В данном случае нужно обратиться к стоматологу, который сделает специальные регулируемые капы, которые человек будет надевать на ночь, и будет постепенно выдвигать вперёд нижнюю челюсть, чтобы корень языка не западал. А если у человека обструкция на двух уровнях, то есть и мягкая нёба провисает, и корень языка западает, значит, нужно делать и операцию, и капы. То есть, на самом деле, проблема ещё более комплексная, она может решаться не только, например, проблема ожирения, бариатрической хирургии, но периодически может понадобиться и ещё, и лор-хирургия, и челюстно-лицевые вспомогательные мероприятия от стоматологов. А у меня вот такой вопрос. Пациенту, если я правильно понял, в данной ситуации проводилась не полисомнография, а кардиореспираторный мониторинг. Этого достаточно для диагностики апноэ всегда или всё-таки лучше идти на более комплексное исследование? Прямо кратко. В большинстве случаев респираторного мониторирования достаточно. И в Америке, например, даже существуют такие домашние тесты на определение апноэ во сне, потому что полисомнографию уже страховые компании не всегда оплачивают. Дело в том, что нам не обязательно подтверждать стадии сна, нам не обязательно подтверждать связь апноэ с нарушениями ритма сердца, потому что мы выявили основную причину. Да, мы можем предположить, что снижен глубокий сон у такого человека. Нам это ничего не даст. Нам нужно вылечить именно причину. Но если мы делаем обследование и не находим сонное апноэ или лёгкую степень, а человек предъявляет большое количество жалоб, характерных для этого заболевания, то, конечно, нужно переделать уже с применением полисомнографии. Более того, Американская Академия Медицины СНА рекомендует, что даже если мы провели полисомнографию и не получили каких-то убедительных данных за апноэ, а жалобы присутствуют, надо делать повторную полисомнографию. Спасибо большое, дорогие друзья. Я считаю, что мы обсудили сегодня проблему, которую можно обсуждать реально бесконечно. Этот пациент, давайте вот так скажу, это не какой-то сверхволшебный и какой-то сверхинтересный с точки зрения науки пациент. Этот пациент интересен тем, что таких пациентов много, и они зачастую не получают квалифицированную и качественную помощь. Это тяжелый случай, потому что они страдают и ищут, но не могут найти своего доктора. А у нас передача, которая направлена как раз на то, чтобы эти пациенты быстро и качественно находили лечение. Спасибо вам большое. Спасибо вам, доктора. Спасибо. Спасибо.